Наша задача – показать детям нашу любовь к науке, привить им мотивацию для поступления в соответствующие вузы. То есть я вот как от себя могу сказать, что я занимаюсь молекулярной биологией, генетикой, генетикой заболеваний человека уже более 20 лет. И у нас существенная нехватка кадров, потому что генетические исследования сейчас и генетические основы заболеваний человека – это область, которая расширяется. Но специалистов в нашей области катастрофически не хватает. Мы им рассказываем про научное открытие и в области медицины, например, в области генетики. Вот сейчас, после Нового года, они начали уже подготовку к своей научной работе. И одна из групп выбрала тему такую актуальную для них – это сон. Они позанимались, у них там прошло 5-6-7 уроков, да, и они приходят на занятия к нам. Некоторые, конечно, уже там подустали, они хотят там поспать днём. Они решили изучить, насколько этот дневной сон может повлиять на их успеваемость. Мы решили сделать эксперимент. Мы решили сравнить дневной сон и ночной сон. Дневной сон мы решили провести в таких условиях, чтобы было всё грамотно, и мы замеряли различные параметры. Мы, получается, в нашей команде распределили каждую свою роль. Кто-то делал просто анкеты, кто-то готовил теорию в работе, и вот мы решили быть участниками эксперимента. Сон – это, получается, одна из самых главных физиологических потребностей человека. И без сна человек не может прожить. И я думаю, это очень актуальная тема в данный момент, так как многие люди работают, учатся, повышают квалификацию и так далее. И очень мало остаётся времени на сна вследствие того, что они учатся и получают новые знания. А сон – это очень важно для организма. Он непосредственно влияет на деятельность человека. Если человек будет мало спать, он будет хуже себя чувствовать, соответственно, меньше всего сможет сделать. Продуктивность падает, и будет хуже для общества и для самого человека. То есть это очень актуально для нас. Самая наша главная цель – это найти зависимость сна и успеваемость. Различные способы мы будем исследовать это. Такие научные эксперименты, мне кажется, не только полезны для науки, но и приятны их участникам. Главное вообще, чтобы им было интересно. Это сто процентов, потому что мы разные проекты делаем, но это должно быть прикладное значение, потому что ребятам нужно пощупать, понять, то есть проектная деятельность на то и направлена, то есть чтобы они понимали, куда это нужно, и можно потом будет применять. Ну и вообще, в принципе, наука такая штука интересная, что творческая. Я хочу привлечь… Вот я никогда не думала, что я стану учёным, но стала. И считаю, что здесь много творчества, и ребята из них многие, мне кажется, просто заинтересуются и даже поймут, что профессия учёная, достаточно перспективная, и можно туда идти в науку.